Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск телепрограммы «Ельгия Казмет». Одной из задач государства является социальная защита населения, гарантия по поддержке населения на случай утраты трудоспособности. Именно эту задачу реализует Государственный фонд социального страхования. Сегодня у нас в гостях директор Государственного фонда социального страхования по Павлодарской области Копенова Айгуль Абуталиповна. Здравствуйте, Айгуль Абуталиповна! Спасибо! Хотелось бы сегодня сказать о том, что обязательное социальное страхование в Республике Казахстан является дополнительной формой государственной поддержки. У нас трех уровней системы социальной защиты. Это первый уровень – государственный бюджет, когда выплаты идут, второй уровень – это выплаты из Государственного фонда социального страхования и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда и третий – добровольный уровень. По поводу социального страхования хотелось бы сказать, что согласно законодательству мы оказываем государственные услуги по назначению социальных выплат и услугу по выдаче информации о состоянии движения социальных отчислений. Так вот, по охвату системы социального страхования мне бы хотелось бы отметить, кто является плательщиком. Плательщиком являются индивидуальные предприниматели, работодатели, лица, занимающие частные практики и плательщики единого совокупного платежа. Кто же является самим участником системы социального страхования? Это работники, это сами индивидуальные предприниматели, в том числе и фермерские, и главы, и крестьянские хозяйства, лица, занимающие частной практикой, это лица, значит, частные судебные исполнители, частные нотариусы, медиаторы и лица, имеющие документы, вид на жительство, документы удостоверения личности без гражданства, которые проживают постоянно на территории Республики Казахстан и приносят доход. А также к этой категории еще относятся плательщики единого совокупного платежа. Это те категории, которые у нас являются участниками системы социального страхования. Кто не подлежит системе социального страхования? Лица, достигшие пенсионного возраста, согласно статье 11.1 закона пенсионного обеспечения Республики Казахстан. Это мужчины в возрасте 63 года и женщины в возрасте 60 с половиной лет. И, как мы знаем, уже с 23 года это женщины по достижению 61 года. Права и обязанности участников и платежика, вернее, платежики имеют право запрашивать информацию по поступлению социальных отчислений. Также он имеет право на возврат излишнеуплаченных сумм социальных отчислений. При этом он обязан своевременно и в полном объеме производить уплату отчислений. Далее предоставлять в органы государственных доходов информацию, ввести первичный учет. А также у нас платежик обязан предоставлять информацию работнику при ежемесячном извещении о заработной плате. Далее хотелось бы еще сказать исчисление уплаты социальных отчислений. На сегодняшний день с 2018 года ставка социальных отчислений составляет 3,5%. С 2025 года она будет составлять 5%. При этом хотелось бы сказать, что размер максимального дохода для исчисления социальных отчислений не должен превышать 7 минимальных заработных плат. Если на сегодняшний день минимальная зарплата составляет 60 тысяч, то максимальный размер социальных отчислений составляет 14 700 тенге. Минимальный размер социальных отчислений, согласно законодательству, это 3,5% от минимальной заработной платы на соответствующий финансовый год. На сегодняшний день он составляет 2100 тенге, что дает возможности при уплате минимальной суммы социальных отчислений. Если человек обращается за социальным выплатом, у него в расчете, допустим, у него был доход 10 тысяч, в расчете, когда работодатель правильно производит уплату минимальную 2000-100, будет участвовать сумма 60 тысяч, то есть размер минимальной заработной платы. Это очень поддерживает именно людей, которые обращаются за социальными выплатами и за другими выплатами. То есть это гарантированность и полнота суммы социальной выплаты вот в этом случае, конечно, поддерживается государством на основании законодательства. Айгуля Патрия Павловна, можно вопрос? Вот скажите, пожалуйста, вот эти виды выплат являются государственными услугами? Какие услуги оказывает фонд? Да, виды услуг, относятся это, услуги у нас, это назначение социальных выплат по утрате трудоспособности, если можно по утрате трудоспособности, по потере кормильца, по потере работы, по беременности, родам и усыновленным удочеренным, наважденным ребенка и по уходу за ребенка по достижению одного года. По утрате трудоспособности мне хотелось бы сказать, вот как я уже говорила, три уровня системы существуют, вернее, социальной защиты. Из них добровольный уровень, это когда из ГФСС выплата осуществляется на основании процента утраты трудоспособности и дохода за последние 24 месяца, а также стажа участия в системе. То есть, сколько месяцев производилась уплата социальных отчислений фонд. И первый уровень, который идет из бюджета, выплата по инвалидности, она осуществляется на основании кратности прожиточного минимума. То есть, если инвалид на сегодняшний день обращается за этой социальной выплатой, он будет получать две выплаты из республиканского бюджета и выплаты из Государственного фонда социального страхования. Такая же социальная выплата, следующая, это по потере кормильца. Она тоже рассчитывается здесь, в данном случае, от количества иждивенцев, от стажа участия, от дохода за последние 24 месяца и коэффициент на замещение дохода. То есть, если человек не работал, умерший кормильец, будет назначаться выплата из республиканского бюджета, которая зависит от количества иждивенцев и кратности прожиточного минимума. А если этот умерший кормильец был работающим человеком, то в этом случае будет, конечно, рассчитываться от его дохода. То есть, параллельно будет тогда получать человек две выплаты и из республиканского бюджета, и из ГФСС. Данная социальная выплата осуществляется до 18-го летнего возраста иждивенца, либо до 23-х летнего возраста, в этом случае, если они обучаются очно и ежегодно предоставляют справку с учебного заведения при ежегодном обновлении справки. Хотелось бы мне сказать еще о последующей выплате, это по потере работы, если можно, да. Данная социальная выплата назначается лицам, зарегистрирована в качестве безработного в Центре занятости населения. Данная выплата осуществляется от 1 до 6 месяцев, в зависимости от того, сколько месяцев отчислений присутствует за данного работника, будем говорить. Если он проработал, ну, допустим, более 6 лет, у него 72 месяца стажа участия, тогда ему будут выплату назначать на 6 месяцев. Данная социальная выплата еще зависит от дохода за последние 24 месяца. При этом хотелось бы сказать, что коэффициент замещения дохода на сегодняшний день по социальной выплате, по потере работы, составляет 40%. Но, как мы уже все слышали в рамках послания главы государства, было поручение дано, чтобы применить коэффициент замещения дохода 45%. Откуда это исходит? Дело в том, что Международная организация труда рекомендует данный коэффициент изменить и применить в размере 45%. Поэтому для приведения к международным стандартам с января 2023 года данная социальная выплата будет рассчитываться уже 45% коэффициент замещения дохода. Каким образом это будет происходить? Если получатель на 1 января 2023 года будет являться еще активным получателем, то в этом случае его размер будет делиться на 40% и умножаться на 45%. И хотелось бы сказать, что данная процедура будет проходить в автоматическом режиме и заявление на перерасчет подавать нет необходимости. Вот это изменение будет в этой части именно по потере работы с января 2023 года. И хотелось бы еще сказать, следующий выплат это по беременности родом, усыновленные удочерены. Это одна услуга, она рассчитывается от дохода за последний год и от количества дней в листе о временной нетрудоспособности. Количество дней бывает разным, все в зависимости от состояния беременности женщины. Поэтому расчет производится у каждого, естественно, от больничного листа, который предоставляется на момент обращения и от дохода ее за последние 12 месяцев. В этом случае, конечно, количество дней бывает и на 126 дней и бывает, когда осложненные роды и разные ситуации, когда преждевременные роды. Ну вот таким образом как бы происходит расчет. Здесь в основном как бы он понятен и особо вопросов не возникает. Вот следующая выплата, мне бы хотелось бы говорить, именно государственная услуга. Это на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении одного года. Да, она рассчитывается от дохода за последние 24 месяца и умножая на коэффициент замещения дохода. И хотелось бы мне здесь сказать, что в рамках послания главы государства и проекте социального кодекса данная социальная выплата с января 2023 года будет продлина до полутора лет теперь. Хотелось бы сказать еще одна услуга. У нас есть государственная. Это выдача информации о состоянии движения социальных отчислений. Данную информацию вы можете получить либо через ЦОН, либо через ЕГОФ, можно ее получить при наличии электронной цифровой подписи, либо можно получить это в филиале АУГФСС. Сразу на приеме при наличии документа удостоверяющая личность данная информация выдается заявителю, на основании которой заявитель может увидеть, насколько регулярно производится уплата работодателям, насколько нету, что отсутствие этих отчислений. Дело в том, что наличие самих социальных очей, размер социальных очей влияет на размер социальной выплаты. Всю информацию всегда можно будет увидеть на сайте ОГФСС, либо можно увидеть ее в Инстаграме, здесь можно будет слайд, да, вот в Инстаграме по этой адресу, либо в Фейсбуке. Регулярно филиал фонда будет выставлять данную информацию, и то, что будет интересно людям, или будут возникать вопросы, вы всегда можете обратиться по телефону 3906-86 или 3906-87. Филиал фонда расположен в здании Площадь Победы 3, Кабинет 93. Вот самый основной момент, то, что мне хотелось бы говорить, да. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях была директор Государственного филиала Государственного фонда социального страхования Копенова Айгуль Абуталиповна. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok